сегодня 25 ноября мы едем из отопы кьетнамской границы причем вот на таком транспорте с этими замечательными людьми и работает компания lao telecom наша компанда этого команда согласились взять на собой до границы и 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 вообще никаких людей никаких поселений понятно что в лесах живут горцы горные жители вообще глухом они и 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 мы преодолели наверное самый экзотический отрезок пути вот с этими отличными людьми которые меня под нас подросили потому что тут вообще засада лао вьетнамская граница сейчас мы проехали сто тринадцать километров из лаосова вьетнам и то есть это мы находимся у места в течение трех границ камбоджа лаоса и вьетнама вот и собственно из лаоса сейчас переходим во вьетнам так и и и и и и и и пока у нас проверили только наличие пастырков и наличие в них штампа там тетя пограничница было. Сейчас мы идем к официальному пропускному пункту БПП. Дядя-пограничник. Прошли лооцкую часть границы и сейчас мы пересечем вот этот шот-баум. Все, идем по нейтральной полосе. Попали на нейтральную полосу. Юра, какие мысли тебе приходят, шагая по нейтральной полосе? Я уже не раз такое проходил. Ну давай, расскажи, потому что опыт. Как тебе сказать? Я себя спалю. Я же время нелегально переходил границу. Ну ты спали незначительно, чтобы такого нормального палева не было. Такое легкое палево. Хорошо. Из Израиля? Нет. Ну ты сказал, из Из-за. Я просто думаю, как это назвать, чтобы исполиться. А если я назову город или страну, то сразу станет все ясно, где и когда. Ну как-нибудь иносказательно можно. Ну в общем, в Европу. Европу из Советского Союза? Да. Понятно. А вот этот камень я сейчас сниму. Камень лооско-вьетнамской дружбы. Ого. Фух, я тараню эти, блин, маракую эту с плантацией еще. С апельсинчиками, мандаринчиками. Так, ну ладно. Пойдем за вот этой вот кавалькадой с чемоданчиками на роликах. И все, там вырубленные джунгли, видно, да? Там они сведены. Это знаешь, как граница между Боливией и Бразилией. С одной стороны там такая спиналь из леса, а с другой стороны тоже самое. Не знаю. Вон туда, наверное. Ну что, когда-то здесь будут полноценные ворота. Камаз. Причем старинный такой, старющий. Ё-моё. И вон еще один. Путешественники, блин, по джунглям между Лоосом и Вьетнамом. Мы перешли границу во Вьетнам. Вот здесь, в этом переходе, сидят вымогатели денег. Они взяли с моих друзей по 100 долларов. За что? Мои друзья прилетели 17 ноября в Вьетнам Airlines. У них был билет Москва, Ханой, Хошимин, Сиемриеп. Уже в Ханое им поставили штамп. Значит, что он сделал сперва? Он сперва поставил мне штамп и бросил наши паспорта. То есть я в любом случае, если бы не прошел сюда, то оказался бы точно в таком же положении. То есть мы бы поехали в Паксе, в консульство, и там бы делали визу. То есть с визой уже только может произойти обратный въезд в Вьетнам. Вот. Они это знали прекрасно. И специально, как бы, сходу поставили мне штамп, а им не поставили. И сейчас подошли и сказали 100 долларов сноса. Мы вообще недовольны. Это все вот совковая система во Вьетнаме. Вот такой жести мы едем сейчас. Мягкий. Да, этот жесткий. Это жесткий. Давай поменяем. Да ладно, едем, что ли, ладно. Едем в город Кантум. В такой маленькой машине. Это, конечно, предел, наш предел уже где-то. Это у нас водитель. Его зовут Антон. 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 мы едем на такси в ресторанчик потому что есть охота так что слов нет уже пошел уже стемнело мы еще не ели ничего а вот он и и тхань вот этот какой-то еще ну поедим здесь а мужа и я вам бутерброд уже взял багет уже взял паранина С сырным соусом. Сколько пива пива? Я не знаю, ну ты даешь пиво. Я хочу пиво. Пиво пиво. Пиво пиво. Пиво пиво. Пиво пиво. Пиво пиво. Пиво пиво пиво. Пиво пиво. Пиво пиво. Пиво пиво. Пиво пиво. Мы думаем. Давай баранина. Сейчас определимся, а потом ты пройдешь. Сапогарту. Этот кетчуп перебивает. Ааа. Кетчупообразный соус. Музыка. 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 Еду по ночному городу Кантум. Холод вообще собачий. Очень холодно. Музыка. 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 Поэтому я взял мотопай. Мои друзья пошли отдыхать. Вот. А я решил тут немножко погонять, поездить. И вообще понять, что творится в Кантуме. Понятно, что не сезон. Потому что здесь холодно сейчас. Откровенно. Холодно. А когда холодно, то все движения сковываются. Неохота делать ничего такого существенного. Ничего, кроме как. Музыка. 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 Так. А это? Думаете, что это такое? Никогда в жизни не загадаетесь, что это такое. Это церковь. Но это не простая церковь. Это церковь. Сейчас я сниму касочку. Вот эту вот. Блин. Как она, блин, снимается. Твою. Это деревянная уникальная церковь. Ей там по две сотни лет. Она католическая. И она сделана из розового дерева. Ну, я знаю породу розового дерева. Такие как Пинкадо, Палау. Конечно, нет точного понятия, из чего она сделана. Но завтра при свете дня мы ее поглядим. Ее спроектировали миссионеры французские, которые сюда прибыли, на центральное нагорье Вьетнама. И она сделана в соответствии со стилем местных лесных народностей. То есть она на сваях. Эти сваи, они спрятаны внутри. И в целом ее стиль, он соответствует стилю вот этих народностей. То есть их этническим домам. Почему? Потому что у них не было религии. Они не были буддистами. Они не были там каудаистами, как другие прочие вьетнамцы. Им совершенно наплевать на конфуцианство. Вот. У них есть, были свои... Блин, эти вьетнамские машинки здесь гоняют. Собачки бегают. У них были свои боги, свои идолы. Да что ж ты, блин, тварь, блин, делаешь, а? И ездят, и ездят. И эти лесные народности, они очень, очень как бы доступно, очень легко, очень не напрягаясь воспринимали католицизм, христианство. Поэтому французы нашли здесь свою паству. Ну вот так вот. Красивая церковь. Этническая. 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 Продолжение следует...